АПЛОДИСМЕНТЫ По-моему, интереснее тут поговорить о явлении. Явление я бы назвал, кажется, это новый термин, я думаю, я его придумал сегодня. Вип-рок. Значит, что это такое? Это значит, что человек, который полностью реализовался, прекрасно состоялся в какой-то иной сфере, вместе с тем остался верен музыке и по-прежнему ее любит и очень серьезно к ней относится. Ну и, соответственно, позволяет себе этой музыкой абсолютно ответственно и профессионально заниматься. Явление это, в общем-то, не только наше российское, а есть у многих мировых знаменитостей свои музыкальные проекты, свои рок-группы. Ну, то есть, скажем, у Брюса Уиллиса, как известно, есть своя рок-команда, у Йоджи Ямамото, знаменитого японского модельера, тоже есть своя группа. Они более или менее регулярно дают концерты, иногда даже выпускают пластинки. Ну, о знаменитых футболистах, автогонщиках и так далее я вообще не говорю. Бизнесменов среди вот этих вип-ройкеров я пока не наблюдал. Ну, в общем-то, тем почетнее миссия Имина Галерова. То, что мы сегодня услышали, на мой взгляд, было очень стильно, очень сдержанно. Ну, в общем-то, сдержанность — это, в принципе, признак стильности, да? Кроме того, несомненно, у Имина отличный голос, типа баритон. И он замечательно владеет не только английским языком, но и английским песенным интонированием. Короче говоря, вот слушая все это, мне отчасти даже стало грустно. Стало грустно от того, что, в общем-то, нет такого человека на нашей вот этой вот самой пресловутой поп-сцене, да? Я думаю, что многие наши знаменитые артисты и так называемые звезды, в том числе, могли бы многому у Имина научиться. В первую очередь, вот в том, что касается понимания стиля рок-музыки и в том, что касается английского произношения. Это то, в общем-то, с чем у наших звезд дела обстают по-прежнему катастрофически. И завершить короткую лекцию я хотел бы тем, что, если именно все-таки надоест заниматься бизнесом, да, то есть вот тем, собственно говоря, чем он занимается, в основном все последние годы. Вот, а также и образование он тоже получил менеджерское. Так вот, если надоест, то, в общем-то, он может прекрасно реализоваться и на профессиональной музыкальной сцене, чего, в общем-то, я в глубине души ему и желаю. Аплодисменты